Здравствуйте! Это опять Эстония. Вот сейчас такая поездка и едем по Эстонии. Эта поездка будет несколько особой. Мы едем по центральной части Эстонии, проехали Польцама. Но я постараюсь показать что-нибудь интересное. Вообще-то Эстония по видам весьма похожа на Латвию. Там тоже есть хутора. Ну, может быть, чуть более лесистая. Может быть, даже, ну, большую часть занимают тут равнины. Более, может быть, хвойных лесов. И, ну, как бы... Ну, ладно, про это я умолчу. Но вот видите, как тут сочетается старое с советским также. И вот эти... Дома на нескольких этажей в сельских местах. И вот такие сельские ландшафты. Эта экскурсия у нас сейчас по работе по проекту CERCLE. То есть, это касается экономики оборота. Вот. Хорошо можно увидеть хутор. И вот какая прелесть. Поле Рапса. Вот недавно мы проезжали через такие большие-большие Рапсовые поля. И тогда у меня вот как раз возникло желание поснимать. Я подумала, что эту красоту ведь можно показать и другим. Вот цветет сирень. Так же, как и у нас. Ну, вот есть перемет. Когда сирень процветает, то начинается летом. Вот такой дом. Это автобус не общественный. Это по заказу наша, так сказать, ну, группа проекта. Тут представители из Латвии, Эстонии и Норвегии. Должны были быть элитовцы, но они не приехали. И вон опять Рапсовое поле. Сейчас вот тут как раз самый, наверное, этот расцвет. Очень такое яркое. Желтое. Старая машина. Так, сейчас мы заезжаем сиренскую дорогу. Вот. И вот будем смотреть предприятие, которое производит биогаз. То есть, вот, видимо, сжигают отходы. Ну, не то, что сжигают, а вот перерабатывают топливо. Причем этим топливом оно используется для общественного транспорта в Эстонии. Вот. Будем смотреть. Ну, вот мы вышли. Так, тут ждем. Здесь вот такие солнечные панели. Ну, там сказали, что нужно будет еще спросить разрешение. Разрешат ли там вообще снимать в территории. Ну, вот нам рассказывают. Там рассказывали, сколько тонн там мощности. То есть, тут перерабатываются отходы от фермы. Фермы вот как раз там рядом. Вот. Из этого они производят как газ для транспорта, которые продают прямо в сеть газозаправочных станций. И плюс еще тепло и электроэнергию. Но это они используют сами. Вот это называется технологии, дружелюбные для природы. Технологии, я смотрю, вот тут Италия, Нидерланды. Технологии, я смотрю, вот тут даже чувствуется, как запах газа немного. Вот, если правильно понимаю, то в таких кузовах этот газ транспортируется. Представляете только? Тут он заполняется. Да, мобил газ контейнер. Так, сейчас мы пойдем, видимо, смотреть этот, где содержат скот. Рассказывают, как их дует. Вот тут в одном предприятии 1900 коров, я так понял, и примерно столько же молодняка. И каждый день тут дует около 60 тонн молока. Это одно из крупнейших предприятий по животноводству. Не только в Эстонии, но и в Европе в целом. Рабочие. Вот эти для корма. Таким образом хранят корм. Вон тут видно, еще чуть-чуть осталось. Тут пришли к ферме. О, наконец-то увидели коров. Вот так их тут держат. И вы видите, они тут ходят свободно. То есть они неприязны. Вместе, как я уже сказал, тут несколько таких помещений. Вместе 1900 коров. Еще столько же молодняка. Ну, видимо, пастись им не дают. Они просто вот так лежат. Сейчас, к сожалению, это так, что уже редко, где пасутся коровы. Обычно им просто вот привозят пищу, но они вот так находятся. Ну, здесь, правда, не герметично. То есть воздух тут, ну, как бы, продувается. То есть, ну, то есть, как бы, проветривается. Вот у каждого этого хлева, или как это называется, отдельное название. А вот на этих, видимо, будет молодняк. Пустили нас к молодняку. Youngsters. Какие маленькие. Маленькие. Совсем маленькие. Вот тут все напишено. Видимо, 9 мая он родился. Сколько ему тут молока даст? И так далее. Сколько килограмм? Этот родился 12 мая. Сегодня 24 мая. Этому 13 дней, этому 12. Так, еще сказали, что площадь, ну, травы, вот, откуда корм получает более 2000 гектаров, а всего площадь, ну, всего, ну, хозяйство, Enterprise, около 5000. А, на счет того, пасутся ли, спросил, сказали, что новые, эти, молодые, эти, heifers, пасутся, то есть, ну, будущие коровы, так можно сказать. А вот то, что вот хозяйка сама говорила, что для коров, как бы лучше даже там в тени, потому что там воздух все же, и они там дают до 60 литров за день молока, то есть, им очень трудно там передвигаться, солнце и так далее. Вот, как тут красиво все цветет. Здесь, как я понимаю, ихняя контора еще сказали, что работают тут всего около 70 человек. и с рабочими, и вообще-то, ну, как бы трудно их тут привязать, потому что люди хотят там работать с 8 до 5 вечера, жить в городах, ходить в кино, и так далее. Так, тут какой-то поселок, и я смотрю, вот дома, можно сказать, похожие, как и в наших поселках часто бывают, вот вон такие советские. Конечно, и частные, плюс еще и такие. И вот это характерная для Эстонии такая деревень, ну, деревянная постройка таких светлых тонах. Ну, плюс еще такие здания тоже, конечно же. Имавара. Это называется, мы сейчас перережем здесь, и там будет еще одно предприятие, но перед этим будет обед. Вот, видно, опять же, солнечные батареи, их в Эстонии множество, много, и вот какое тут предприятие будет. для отдыха сделано. Это сельская местность. Вот такое тут заведение, тыку пояс называется. Пояс, это пацан, как я понимаю, по-эстонски. Вильянский уезд, тут как можно понимать. Эква, сауна, ну, сауна, это такое традиционное в Эстонии. А здесь, вообще-то, как раз проходит трасса Таллин-Тарту. Между двумя крупнейшими городами Эстонии, вот, проходит трасса, поэтому, вот тут есть такой поток, и вот у дороги такое заведение. А тут, вон, видите, сразу зарядки. Так что, как бы, если так смотришь, вроде-ка, что-то особенного, вот, вникаешь в детали, и становится видно, как у эстонцев все продвинуто. Тюльпаны как раз сейчас цветут. О, так же газон. Вот, чем косят тут газон? Он сам такой тихо едет, едет по собственному, так сказать, желанию, или усмотрению. Так, до туда доехал, дальше он не едет, видите, как Люкс Экспрессо ходит, скорее всего, Тарту Таллин. Вот едем таким автобусиком, он тоже такой продвинутый, там кондиционер, весьма прохладно внутри. А так, сегодня реально тепло, сейчас вот в этом регионе показывает плюс 23, и солнечно практически безветренно. Вот, тут тоже такое едет. Вон, какие тут. Такие, ну, для тренировок немного. А регион этот вот как интересно называется, Ярвамо. А, значит, это уже Пайда. Пайда Центр. И мы вот в Имовере, самый угол. И там недалеко Пелтсама, где мы приезжали. А там передущая ферма и биогаз, где производят, это в Коксвеле. Здесь. Там на верхнем углу Таппа, там Салу. А это фактически получается посередине между Тарту и Таллином. Тут еще вон такой и даже детская песочница здесь. Вот в Эстонии весьма много этих солнечных батарей. А тут вот подъезжаем к новому предприятию. И как я понял, они занимаются переработкой древесины. древесины. Но тоже вот используя инновативные виды работы. Сейчас видимо будем тут смотреть, слушать. Я читал, они тут разрабатывают очень много видов. как раз виден процесс производства. Там есть сахар, многое чего. Поливают тут какие толстые. Ну вот сказали, что это самый большой гранулятор в Европе. Работает примерно 20 лет. Но съемки внутри не позволяются. Только снаружи. Гранул инвест называется. О! Ну вот тут мы на самом верху. И здесь то место, где разрешили делать съемку. Ну предприятие действительно разрабатывает новые технологии. Фактически тут полная переработка древесины. переработка древесины. Вот тут тоже разрешили поснимать немного. В общем это предприятие развивающееся. вот то что они тут еще делают инвестиции как минимум на 20 миллионов евро если не больше. Ну я расскажу по дороге немного об этом всем. Ну вот сейчас уже сидим в автобусе. значит расскажу то что узнал они тут развивают передовые технологии по переработке древесины на составляющие которые потом можно использовать в химической промышленности. и смысл такой что таким образом заменить фасильные ископаемые как сырье как сырье именно вот для химической промышленности. Пока тут это производство на демо уровне то есть на испытательном уровне еще это не сдано в эксплуатацию. Но они как я понимаю даже разрабатывают технологии и уже продают эти технологии другим. То есть это высокотехнологическое производство и они делают целлюлиозу гемицеллюлиозу лигинин и также из этого даже сахар и белок еще не для пищи но в будущем возможно что это можно будет использовать для пищи. то есть из древесины а вот даже такое вот тут такой поселок так что вот такие технологии тут даже разрабатываются как это предприятие как такое да они где-то 20 лет работают но тогда они работали в основном вот этим гранулированием так здесь мы уже были а сейчас мы свернем на шоссе таллинн тарту вот тут шоссе так что это картошка уже цветет неужели а это трудно сразу понять но такая большая большая уже хотя мая ведь только ну такая экскурсия получилась я еще пару кадров из тарту добавлю к этому фильму вчера уже ходил по тарту очень прекрасно вот я так подумал можете представить скажем сюжет по российскому ТВ как развиваются высокие технологии в Прибалтике или даже по нашим латвийским русскоязычным каналам к сожалению нутро тоже трудно представить вот только Венстовская ТВ показывает как говорится хорошие новости сейчас мы выехали из района Ярвама Ярвама наверное и ну по всей видимости тогда въехали в Тарту Ма это земля вот еще уточнил насчет технологий начальные патенты не получили из США но это было не все это только такой как бы стартап а потом вот как это все сложить вместе как это в одном предприятии как чтобы все эти процессы работали это их ноу-хау оказывается это еще Егиво район Егиво он опять же такое желтое желтое поле рапса и вот домик домик Эстония тоже хутора там несколько эстония эстония вообще такая страна где вот как бы сочетается это передовое развитие по различным технологиям что-то такое да и то же самое время вот есть еще это что-то из такого старинного образ жизни в архитектуре даже и так далее по таким проселочным дорогам проезд вот у них тоже дорожные ремонты но как можно понять дорога тут расширяется и будут строить двух ну двухполосную или как это называть дорогу то есть шире будут строить и делать ну да реально будут расширять так что вот как Эстония развивается тоже вот у них есть эти вырубки у нас называются Кайл Циртос вот тут видно лес уже постепенно восстанавливается и так вот как сейчас выглядит Тарту сейчас тут 23 градуса в Риге сегодня 25 так что по-настоящему по-летнему тут есть набережная настоящие променад но я еще там попозже отправлюсь сейчас здесь пойду это по сути самый центр вот нам дали этот отель отел палац называется какие тут супермаркеты и вот это тоже такой вон тут такие летние лавочки вот здесь такой продовольственные магазин в самом нижнем этаже покажу как отсюда этот отель выглядит и здесь этот артур кауба мая отель трехзвездочный ну вот коллега сказал что в Болгарии трехзвездочный это не сравнить уровень в Болгарии даже тараканы были в таком а здесь все так сказать на высшем уровне надо сказать отель действительно классный но номер с завтраком причем очень классный завтрак стоит 70 евро но это оплачивает проект я конечно такой не взял бы вот это тут интересный продовольственный магазин то и думаем кстати надписи тут видите также на русском вот и сейчас мы выйдем в другую сторону вон тут такой парк имеется вот я снимал эти места полтора года назад в октябре 21 но тогда это конечно все совсем по-другому выглядело тогда была температура близко к нулю ну я правда здесь может быть не был во всех порах или временах года может быть как раз самой середине зимы 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 как-то не попалось но вот такое впечатление что центр тарту наверное похож в любую пару года вон сейчас как раз сирень цветет в принципе тут центр не такой уже велик в эту сторону там еще университет есть такой как бы старый город тут есть и эта гора но он такой колоритный вот одуванчики уже процвели пух только остался вот здесь начинается такая пешеходная и исторический центр а то что я перед этим показывал это был в ту сторону новый центр стомский польский флаг вон уличные рестораны уже на полном разгаре какая тут площадь как я понимаю это ратушная площадь и вот здесь видимо сама ратуша кстати похоже на нарусскую нет я так уж думаю это скорее всего тартусский флаг а не польский тарту рекламируют 2024 год в следующем году тарту будет европейская культурная столица вот тут по-настоящему пешеходная улица хотели к тому времени открыть даже прямой поезд Рига тарту но вот сейчас читал что тут пока что не могут так сказать договориться по этому поводу до конца вот так ну вот как тут выглядит вон какие тут фонтаны и каштановые аллеи точнее это дам дальше липовые здесь каштаны вот пришел на станцию тарту тут такие отреставрированные деревянные строения правда вот с этого второго пути тут проход не очень короткий по такому тоннелю нужно идти тут вон грузовой парк тарту маленький вот и перебывают поезды Сталина они тут курсируют весьма часто и часто вот даже меняются ну вот и теперь тут спускаться по такому туннелю и потом вот на вокзал здесь мы пришли на сам вокзал вот так он выглядит он тоже тут здесь реставрирован вот относительно билетов да тут есть вот этот киоск и там действительно написано что от 7 до 7 можно также там купить билеты вот пока я там шел этот поезд ушел я думал что не успею но мог бы успеть если шел бы здесь сразу а сам вокзал вот открыт с 6 утра до 8 вечера меня интересует пассажиропоток поэтому я слежу за ним вот тем поездом Сталина приехали 60 человек примерно вот тут такие автобусы стоят прямо у станции вот не знаю как саплата в Тарту в Таллине для местных бесплатно а для остальных теперь уже как я понял по 2 евро поезда тут действительно часто идут теперь 11 рейсов из Тарту до Таллина и обратно столько же каждый день вот советское время мне тут писали что вообще был только один дизель Тарту Таллин и плюс еще вот несколько поездов проходящих там Таллин Рига Таллин Москва еще был такой Таллин Псков ночной какое тут дерево интересное вот тут такой парк привокзальный эта улица называется Купарьяновий как я заметил в Эстонии и именно вот в этой части Эстонии весьма много таких улиц Купарьянова интересно кем он таким был непривычно что здесь в севере так жарко что можно еще вечером в одной рубашке ходить вот у нас в Юрмале да и в Риге похоже ну в Риге чуть теплее но в Юрмале особенно ну хотя было солнечно уже где-то полтора месяца но ну в основном так не очень тепло ну может быть там градусов 17 поднимается но как-то теплее редко ну сегодня смотрел да там 24 хотя не всегда это соответствует то что показывает по телефону Юрмале это не всегда соответствует иногда если ветер допустим северный с моря то бывает прохладнее но сейчас если безветренный то может быть по-другому какого рода интересное здание как бы даже кажется что это типа такая как бы традиционная окраска и вот самоустроение как бы для Эстонии ну город Тарту эстонский хотя иногда русский язык тоже слышен может быть сейчас даже чаще поскольку из-за украинцев вон тут даже украинский флажок на автобусе а согласно статистике в Тарту эстонцев 80% русских 13% а общее число жителей тут 97000 то есть почти 100 я даже не думал что столько много я думал что около 90% ну вот в Тарту как и по всей Эстонии такие контрасты вот тут без проблем можно не то что найти но в общем тут довольно много таких тихих небольших улочек с неспешным темпом жизни имеются улицы как бы немного пошире но тоже далеко не главные какие дома это скорее всего здание университета одно из их там много ну а вот такое это театр там сейчас проводится спектакль вот позавчера когда шел как раз люди выходили из театра от спектакля их было там очень много какое красочное здание вот даже по-русски написано памятник архитектуры здания театра а тут опять же какой парк что-то Польша вспоминается Белосток вот так выглядит центральная часть Тарту железнодорожный вокзал территории а это музей Тартусского университета Лодус музеум это музей природы и так же там находится факультет вот такой тут небольшой зальчик ожидания скоро он закроется и вот да на том киосике вот оказывается с 7 до 7 можно купить билеты но это совсем не обязательно вот я сейчас спускаюсь в тот туннель чтобы на второй путь когда эти вот видите тут по таким лабиринтам получается идти вот лучше всего покупать билеты на сайте aloran.ee а если нет тогда можно в поезде у кондуктора вот можно платить как наличными таки карточкой хотя ну это уже общая известная тенденция что все больше и больше переходит на безналичные расчеты во многих местах вообще только только где-нибудь на сайте можно купить билеты и встречается даже так ну пока не пока не здесь пока не у нас но возможно что к этому постепенно идут отсюда отправиться поезда валгу и оттуда можно пешком дойти до латвийской границы и оказаться в латвию дойти то есть до латвии но дальше валке уже сегодня не доехать вон как поезд называется балты экспресс из этого больше вышли в тарту почти 100 наверное потому что это экспресс но они дороже вот тут еще такая лодовая велосипедов и здесь на этом конце оказывается тоже можно сойти это хорошо что необязательного там нужно идти через тот тоннель ого грезулис тут закрыт переезд как это агрегат по-русски называется вот в Гулбане такой есть ну в Риге конечно же тоже в Гулбане там есть на двух ширинах рельс на узкое и на широкое вот это для чтобы поворачивать локомотивы и вот как тут весьма красиво выглядит вот этот привокзальный район видите как вон какие автобусы едут как тут действительно все аккуратно сделано вон домички тут такие люди с собаками разгуливаются и какой тут даже скверчик напротив самого вокзала вот так выглядит вокзал со стороны города улица вокзальная вокзалы у каждого поезда в эстонии свое имя вот этот называется питка и наше латвийское предприятие пассажир велцент ответил что если я правильно понял что в латвии тоже такое же ожидается вот тут отправится последний поезд в таллин 20 25 и в таллин он прибудет уже без 6 минут 11 вот настолько поздно вечером поезд отправляется ровно по расписанию и даже таким поздним вечером в путь отправились человек 50 даже вот действительно приятно удивлен что и в этом направлении такое большое количество пассажиров и как он быстро разогнался вот какой тут спуск потому что самый центр города в низовье сейчас вот спущусь туда ну тут скорее всего какой-то концерт или начнется или закончился эстонцы видимо тоже музыкальные так же как и латыши да в Эстонии тоже проводятся праздники песни как и в Латвии в Латвии как раз этим летом будет в июле билеты уже стали дефицитом их продают из руки по 200 евро на главные концерты это свидетельствует о большом престиже праздника песни среди души а так вот выглядит набережная это река Эмайоги считается как главная река Эстонии самая длинная там пешеходный мост он очень красиво выглядит именно вечером еще более поздний час тогда он освещается вот моторная лодка едут вон какой тут променад и вчера вечером я пришел тут попозже и выглядело даже еще более впечатляюще вот тут очень впечатляющий вид вот здесь как бы новый центр тарту здесь еще вид закрыт покажу там из другой точки может быть больше будет видно тут это видимо центральный мост тут супермаркет и за ним автовокзал ну а тут тартусский автовокзал но он тоже до восьми открыт вот тут платформы для отправления автобусов ну некоторые автобусы отправляются здесь с наружной стороны в частности вот люкс экспресс на таллинн в том числе вот здесь смотрю пассажиров тут достаточно вон как интересно получается пассажиров хватает и для поездов и для автобусов тут дорпад это историческое название тарту вот здесь это как бы высотка даже на этом участке имеется дом науки также там и водяной парк и еще несколько вот таких строений купол а вот сейчас покажу по эту сторону пешеходный мост вон пешеходно велосипедный другой еще несколько относительно названий еще известно название Юрьев но оказалось что это как раз именно было изначальное название когда в 11 веке оказывается город был как раз основан князем Киевской Руси Ярославом Мудрым и с 11 по 13 столетие эти земли принадлежали Киевской Руси я даже точно этого не знал потому что на территории Латвии такого как бы не было там были сражения со славянскими князями платили дань может быть даже частичное зависимость но не настолько как бы а потом это название вернулось только в самом конце 19 века вот отсюда хорошо виден этот дом когда в 1893 году переименовали Дорпт в Юрьев и это существовало до 1919 года ну там похожая история как с Двинском да тогда именно в то же время Динобург переименовали Вудвинск а так вот до этого несколько столетий нынешний Далгопес назывался именно Динобург ну вот такие тут панорамы и строения вот в этой стороне реки да тут говорят по-русски время от времени можно услышать там как можно увидеть городской пляж ну видимо станет вода теплей и он будет использоваться а здесь вон здания такие уже более попроще даже вот сейчас уже десятый час и температуру показывают вон плюс 22 а это число велосипедов сколько приехали за день а это наверное за год вот проезжает такой такое средство и приплюсуется вот так выглядит сейчас пляж кафе вон а тут вот что какие еще сидения как качели какая тут стоянка это прокат прокат велосипедов вот и дома вон видите вовсе неплохие даже очень прилично выглядит такая тут сеть дорожек там и здесь ну вот так сейчас конечно все цветет очень прекрасно какие красивые каштаны и набережная тут вот какая прелесть тут тоже такая как бы высотка и вот еще несколько кадров из вечернего тарту вот как она выглядит как выглядит центр тарту вечером совсем по-другому имеются такие интересные штрихи которых можно вот наблюдать именно только сейчас когда зажигаются огни астонцы как бы прагматичны но они умеют создавать себе среду вот такой конкурсен можно вывести от этого всего мне такое впечатление что лапыши как бы менее прагматичны вот у нас деньги вроде тратятся но вот ну как бы от этого похоже не такая вот это мы видели также в этих предприятиях которых сегодня рассмотрели это все тоже вот реально нацелено на бизнес и как бы ну с перспективы конечно эта перспектива тут имеется только в мировом так сказать обозрении мирском то есть хотел сказать и поговорка ничего личного только бизнес она ничего хорошего себе не содержит но все же это никак не могло бы помешать сделать привлекательными для инвестиций как латвийские города так и даже сельскую местность вот сейчас мы вышли к променаду еще тоннель вот тут еще проход на этот и вот так выглядит сам променад вон видно что этот как раз для таких вечерних прогулок кстати латышеский язык услышан услышал тут и латыши много приезжают это ведь недалеко в отеле сегодня тоже в лифте как раз ездил вместе с латышами вот это та же колба мая а здесь уже вот постепенно виднеется этот мост сейчас он еще не яркий потому что еще достаточно светло но со временем думаю что станет ярче кстати комары появились такое кафе приятненькое вот что это значит это значит то что нужны частные инвестиции одних еврофондов недостаточно нужны частные инвестиции ну хотя вообще-то центр риги у нас тоже сейчас строится там вокруг вокзала очень много что делается в том числе и за частные деньги там еще дальше старая частная я сейчас не пойду там вон тут тоже какой-то музыкальный символ а это концертный зал ванэмуна или театр театр значит в этом городе несколько театров а здесь концерт концерт мая а так выглядит вокзал вечером и в 23 часа прибывает еще последний поезд Сталина он уже едет о как быстро подъезжает а этот уже совсем коротенький у нас столько много людей представляете только еще в последнем поезде и вот что мы замечаем что даже последний поезд тут встречает автобусы городские причем их два смотрел по расписанию этот еще второй будет еще вообще какое движение городского транспорта еще будет 23 35 и потом вот видите 4 59 уже первый автобус утром также такси тут встречают